МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 24. 2021 в нашей стране объявлен годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. Задачи ориентили на эти 12 месяцев. Руководитель страны обозначил в своем послании. В программной речи расставлены точки над и в самых приоритетных сферах, среди которых молодежная политика. Масштабная работа в этом плане будет продолжена с упором на эффективность. Год назад, обращаясь к парламенту, глава государства сказал, что 2020 станет поворотным для молодого поколения страны. И события тех 12 месяцев стали отражением этого приоритета. Поддержка, льготы, гранты, квоты, упор на потенциал и раскрытие талантов. А резюмировал стремление декабрьский форум молодежи Узбекистана. Юноши и девушки, общаясь с президентом, высказали свое мнение, предложение. Это был открытый и теплый диалог, итоги которого в эти дни стали поводом для новых сюжетов. Новое поколение Узбекистана. Неординарная, креативная, полная идеи и проектов. Вопрос молодежной политики в центре постоянного внимания президента. Ведь так важно поддержать инициативы. Активизировать участие в общественно-политической жизни страны. На реализацию амбициозных планов задействованы все силы, знания и ресурсы. А какой теплотой и искренностью наполняются встречи руководителя страны с юношами и девушками в ходе рабочих поездок в регионы. Знаковым же стал форум молодежи Узбекистана, состоявшийся под занавес года. Подобного масштабного события в истории страны еще не было. Глава государства озвучил ряд знаковых инициатив. В их числе организация работы по принципу «каждый предприниматель – помощник молодежи». Расширение традиции «мастер-ученик», создание молодежных малых промышленных зон в регионах, электронной площадки общения молодежи для открытого диалога с должностными лицами, создание условий для освоения современной науки и высоких технологий, учреждения президентских грантов и многое другое. Энергетика в этот день буквально зашкаливала. Лидер страны подчеркнул – молодежь Узбекистана заряжает своей энергией, наполняет сердце радостью. Каждый раз, где бы я ни был, стремлюсь найти побольше времени для встреч с молодежью. И хочу сказать, каждый раз, когда я общаюсь с молодежью, вы заряжаете меня своей энергией, наполняете мое сердце радостью. Я хорошо знаю, что каждый из вас горит желанием служить нашей дорогой родине и народу. Я безмерно ценю вас, как самое большое богатство, бесценное сокровище Узбекистана. Какие бы реформы мы ни проводили в нашей стране, в первую очередь мы полагаемся на таких молодых людей, как вы, на вашу энергичность и решимость. Как вы все знаете, сегодня мы ставим перед собой большие цели. Мы и начали закладывать основы Третьего Ренессанса в Узбекистане. То, что молодежь поддерживает нас во всех сферах – это очень важно. Вы все знаете о великих наших предках, великой истории в период Первого, Второго Ренессанса. Кто заложит крепкий фундамент Третьего Ренессанса для сегодняшнего Нового Узбекистана? На этот вопрос есть четкий ответ. Только и только вы. Кстати, на этой уникальной диалоговой площадке в этот момент были более трех тысяч юношей и девушек. И еще 26 тысяч молодых людей в студиях на местах, в регионах. Посредством видеоконференц-связи они озвучивали новые проекты. Делились с президентом своими планами, творческими успехами. Делились с президентом своими планами, творческими успехами. Делились с президентом своими планами, творческими успехами. Для написания таких строк нужно любить свою родину. Нужно поехать в Джизак, ближе познакомиться с ребятами. Нам очень нужны такие молодые люди, обладающие поэтическим даром. Пожалуйста, какие есть предложения? У нас есть литература, восхищающая мир. Она может быть примером для других наций. На меня очень тяготит, что мы не раскрываем ее в полной мере. Я хотел бы вас попросить, чтобы в вузах регионов организовали художественный перевод произведений узбекской литературы. Очень правильные слова. У нас есть очень большие недостатки по художественному переводу. Конечно, и в Джизаке этому вопросу уделим особое внимание. Все необходимые условия для переводов создадим. И вот спустя всего несколько дней состоялось событие, которое запомнится студенту Джизакского государственного педагогического института, лауреату премии Марту Глон, Сафидину Аканову, молодому человеку, посвятившему всего себя литературе, поэтическому наследию на всю жизнь. Я читала его стихи. Талантливый человек, талантливый парень. Очень понравилось его выступление, его стихи. К тому же, смотрите, он еще студент, студент Джизакского педагогического института. Очень даже серьезно заявил о себе. В будущем получится очень хороший поэт. Нам было поручено не только в Джизаке, а дальше во всех областях выбирать такую талантливую молодежь и заняться их продвижением. Я могу привести в серию «Моя первая книга». Каждый год мы печатаем первые книги наших молодых поэтов и прозаиков. Это их первая книга. В прошлом году это получилось у нас 20-тысячным тиражом, которые раздаются бесплатно по всем библиотекам региона. И также проводим ряд мероприятий по прозвешению этих авторов и этих книг. Это одна из льгот, которые мы применяем применительно к нашим молодым литераторам. Союз писателей Узбекистана и Хакимия Джизакской области организовали культурно-просветительское мероприятие. С участием видных писателей, поэтов, представителей общественности. А все началось с глубоко символичного момента в центре города. Возложение цветов к памятникам выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова. А также непревзойденным гением пера Хамиду Алимджону и Зульфие. Яркому свидетельству акцентов, расставленных в новом Узбекистане. А затем уже во дворце культуры Джизакского государственного педагогического университета прошла встреча людей творческих. Говорили о значимости озвученных главой государства инициатив на форуме молодежи Узбекистана. О том, какое внимание уделяется сегодня бережному восстановлению богатейшего культурного, литературного наследия страны. В праздновании юбилейных дат, выдающихся деятелей пера. О поддержке талантливой молодежи. Когда такое было, прозвучало, чтобы первые книги молодых поэтов и писателей издавались многотысячными тиражами за счет государства. И направлялись в образовательные учреждения и библиотеки. И вот он, символичный момент. Сефедину Аканову и еще 11-й Джизакцам были вручены удостоверения членам Союза писателей Узбекистана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все мы были глубоко взволнованы от встречи с президентом. Очень внимательно слушали его речь. Много предложений было озвучено юношами и девушками. Они поддержаны. Мне посчастливилось в тот день прочесть свое стихотворение. А теперь к нам приехали члены Союза писателей Узбекистана. Поэтому писателям мы озвучили свои произведения. Много вопросов было задано. Самое волнительное мне в торжественной обстановке вручили удостоверение члена Союза писателей Узбекистана. Форум молодежи это была незабываемая в моей жизни встреча с президентом. Я озвучил предложение переводить на языки мира лучшие созданные и создаваемые произведения. И глава государства это поддержал. И какова же была радость, когда на состоявшейся в нашем институте встрече ректор рассказал об открытии направления художественного перевода. Я счастлив, что мое предложение находит свое практическое воплощение. Это была историческая незабываемая встреча президента с молодежью. Какой свободный и искренний диалог. Какие актуальные предложения озвучены. И ни одно из них не осталось без внимания. Пример и озвученная идея студента второго курса нашего института Сейфедина Аканова. Да, для будущего литературы очень важно развивать и направление художественного перевода. Это позволит еще активнее знакомить мировую общественность с яркими образцами поэзии и прозы Узбекистана. И как подобает подобным встречам, а главное, душе людей творческих, звучали в эти минуты рифмованные строки о жизни. О неприходящих ценностях, обогащающих новое поколение. Для которого сегодня открываются без доли пафоса безграничные возможности. Нужно лишь сделать уверенный шаг вперед. И он делается. Продолжаем программу. Состоялось 11-е пленарное заседание Сената Оли Маджриса. Парламентарии обсудили приоритетные задачи, определенные в послании президента Оли Маджрису. Одобрен закон о внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан. Они касаются части 1-й статьи 107-й главного документа страны. Члены Верхней Палаты также рассмотрели закон об утверждении Градостроительного кодекса, о культурной деятельности, организациях культуры и другие вопросы. Первым в повестке дня стоял вопрос о приоритетных задачах, определенных в послании президента Оли Маджрису. Речь о важности парламентского контроля в процессе обеспечения верховенства закона во всех сферах, неукоснительного исполнения принимаемых документов, особенно бюджета всех уровней. Решение этих задач на местах должно находиться в центре внимания профильных комитетов Верхней Палаты, а также каждого сенатора и местных кингяшей в регионах. Парламентариям предстоит на законодательном уровне усилить деятельность Общественного фонда поддержки детей и разработать закон о детском обуцмане. Выработать предложение, которое позволит обеспечить комплексный подход и внедрение нестандартных методов сокращения бедности. Отдельное внимание в послании уделено совершенствованию сферы госзакупок. При осуществлении контроля за государственными закупками указано на необходимость учитывать мнение общественности. Не менее важно укреплять взаимодействие с Агентством по противодействию коррупции. Акцент на выполнении задач определенных посланий будет сделан и при заслушивании отчетов ответственных ведомств. Еще один важный аспект. Поскольку в этом году к Сенату переходит председательство в комиссии по содействию обеспечения независимости судебной власти, один из актуальных вопросов – дальнейшее усиление деятельности данной комиссии. Говоря об эффективной реализации приоритетных задач, определенных в послании, подчеркивалась целесообразность разработки программы действий Сената, а также создание рабочей группы во главе с заместителем председателя Верхней Палаты Парламента. По данному вопросу принято соответствующее постановление. Первым из рассмотренных стал закон о внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан. Как отмечалось, для решения проблемных вопросов, которые на протяжении многих лет существовали в судебно-правовой сфере, принято свыше 10 указов и постановлений президента, а со стороны парламента – заново три кодекса и соответствующие поправки в ряд законов. Представленный документ, разработанный в исполнении указа главы государства о дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия, от 24 июля 2020 года является логическим продолжением осуществляемых преобразований. Там было заложено два основных принципа. Первый – на основании объединения трех судов создать единый общий юрисдикций суд, внести в этот судебный процесс принцип «один суд – одна инстанция». Вторая идея связана с административными вопросами, спорами между юридическими и физическими лицами. Во всех регионах будут создаваться по одному межрайонные административные суды. При этом будут ликвидированы районные и городские административные суды, сохранив областные суды, также суды города Ташкент и республики Карагал-Пасла. Вот эти структурные изменения, которые были указаны в указе, мы, собственно говоря, внесли в Конституцию, что отразилось в статье 107. Закон одобрен сенаторами. Далее члены Верхней Палаты парламента рассмотрели и одобрили закон об утверждении Городостроительного кодекса Республики Узбекистан. В процессе дискуссии обозначен ряд проблем, препятствующих эффективной реализации реформ и развитию здоровой конкурентной среды в строительной отрасли. Они затрудняют привлечение в нее инвестиций, снижают результативность профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров. Это обусловило разработку новой редакции Городостроительного кодекса. Разница между действующей и новой редакцией Городостроительного кодекса, в чем включены вопросы государственного регулирования Городостроительной деятельности. Предусмотрены механизмы разработки проектной смертной документации и Городостроительной документации в целом. Проведение экспертизы и утверждение. Включено новшество об использовании общественного контроля при осуществлении градостроительной деятельности. Более широко освещены вопросы контроля качества строительства. Четко обозначены вопросы ответственности участников градостроительной деятельности. Это заказчики, это подрядные организации, это проектные организации. Вместе с тем включена статья по требованиям качества строительных материалов, изделий и конструкции. Потому что примерно 60 с лишним процентов от стоимости строительства составляют строительные материалы. И вопрос качества непосредственно зависит от качества строительных материалов, конструкции и изделий. Пакет одобренных пополнил закон о культурной деятельности и организациях культуры. Как сами законодатели, так и представители сферы, на регулирование которой направлен документ, были единодушны во мнении. Закон имеет историческое значение, потому что в этом законе урегулированы взаимоотношения культуры и общества, культуры и закона. Изложены основные положения культурной политики независимого Узбекистана, причем современного, обновляющегося. Нашли отражение такие положения, как государственная поддержка культуры, вовлечение молодежи в сферу культуры, культурное многообразие. Потому что Узбекистан – это интернациональная страна, и безусловно, каждый имеет право хранить свою культуру, развивать свою культуру. И лишь на такой пункт, как вовлечение государственно-частного партнерства в сферу культуры, это тоже имеет очень большое значение. Потому что в модернизирующем, изменяющемся Узбекистане, безусловно, мы должны ориентироваться на какие-то новые форматы развития культуры. Очень большое значение имеет и международное культурное сотрудничество, потому что на современном этапе без диалога культур, без освоения опыта других стран в культурной сфере, мы не сможем полноценно развивать собственную культуру. В ходе пленарного заседания рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к компетенции Сената. А в Нижней Палате Парламента проведена встреча с послами нашей страны в зарубежных государствах. В ходе диалога обращено внимание на возможности и потенциал парламентской дипломатии в активизации связей на международной арене по целому спектру направлений. Надира Закирова раскроет тему. Новые задачи на перспективу были поставлены в области реализации внешней политики на 2021 год. В частности, усовершенствуют ее концепцию с учетом проводимого открытого, прагматичного и конструктивного диалога, в котором будут отчерчены и долгосрочные стратегические цели. Об этом говорилось в послании главы государства, парламенту и народу Узбекистана. На встрече в Законодательной Палате, дискутируя на тему, депутаты подчеркнули, что важнейший аспект укрепления многовековой дружбы, отношений добрососедства, эффективного сотрудничества и взаимного доверия с государствами Центральной Азии, а также расширение многопланового взаимодействия с основными партнерами страны. Россия, Китай, США, страны ЕС, Южная Корея, Япония и другие. В этой связи в деятельность послов за рубежом внедрена более эффективная система работы, в центре которой торгово-экономическое сотрудничество. Привлечение иностранных инвестиций, современных технологий и расширение экспорта и туристических связей. Согласно поручению главы государства, 38 глав дипломатических представительств Узбекистана за рубежом посещают регионы с целью ознакомления с потенциалом и возможностями, изучение перспектив дальнейшего расширения международного взаимодействия. Значительно повысилась и эффективность работы Законодательной Палаты в международном направлении. Расширилась география. В кратчайшие сроки налажены крепкие связи со многими авторитетными международными межпарламентскими организациями. Обновлено членство в парламентской ассамблее Межпарламентского союза и в ОБСЕ. Вместе с тем, Узбекистан впервые стал членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кроме того, совместным решением Кенгеши и Палат Оли Маджлиса в сентябре прошлого года утверждена концепция парламентской дипломатии, в которой определены стратегические цели и задачи, приоритетные направления, принципы и механизмы осуществления деятельности Оли Маджлиса в сфере международного сотрудничества. Расширяется создание соответствующих групп двустороннего межпарламентского взаимодействия. На данный момент их количество достигло 48. В рамках нынешней встречи отмечены и заслуги послов. Дипломаты поделились своей точкой зрения касательно использования возможностей и потенциала национального парламента в области развития дальнейшего партнерства с зарубежными государствами, укрепления контактов в законотворческой, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Узбекистан Узбекистан, как называют его, зарубежные эксперты, лидер в кожеве на обувной индустрии в Центральной Азии, один из ведущих игроков в СНГ. В последние годы отрасль динамично развивается. В 2020 году экспорт продукции продолжал расти, несмотря на трудности, связанные с пандемией. Наращиваются объемы производства, запускаются новые мощности. К примеру, только в Фергане в текущем году в рамках программы локализации запланировано реализовать пять крупных проектов. В Коканде пару лет назад на базе прежнего завода Кунчи заработало сразу несколько предприятий, деятельность которых заключалась в переработке кожаных изделий, занимались и поставкой сырца для кожевенной промышленности. Одно из таких предприятий, несмотря на пандемию, сумело продолжить свою деятельность, обеспечили не только местный рынок, но и зарубежный. В год мы обрабатываем 220 тысяч штук кожи. Мы добились экспорта в 35%. На сегодняшний день мы поставляем свою продукцию местным производителям. А вот другой пример успешной деятельности предприятий – производство детской и взрослой обуви. Объемы немалые. Только экспорт продукции в прошлом году составил 2 миллиона долларов в планах повышения производства. В первую очередь в послании можно было заметить то, что предоставляются большие сроки возможностей. Я вам назову один момент – это конвертация валюты. На сегодняшний день это занимает где-то около 3-4 дней максимум. Президент в своем послании предлагает уменьшить эти сроки до получаса. Наше предприятие занимается экспорт в Россию, Казахстан, Таджикистан. Производство промышленной продукции в Коканде за первые 10 месяцев прошлого года возросло на 1,5%. Всего в регионе было инвестировано 37,7 миллиона долларов. 15,9 миллионов долларов было импортировано из Сингапура. 4,3 миллиона долларов из Германии, 2,3 миллиона из Турции и 15,2 миллиона долларов из Китая. В общей сложности экспорт составил 90 миллионов 663 тысячи долларов. Подобный положительный процесс наблюдается и в деятельности кожевенных предприятий города. Здесь изготавливают подошвы для будущей обуви. В результате стоимость готовой продукции значительно ниже, нежели завезенные подошвы, сделанные на заказ в других странах. В текущем году продолжается работа молодых начинающих предпринимателей в кожевенной отрасли. На основе программ локализации в 2021 году будет запущен цех по производству клея, что тоже очень важно для данной отрасли. В 2020 году мы освоили новое производство. Это оснастки для нашего производства обуви. Это пресс-формы. В 2021 году мы собираемся открывать производство клея. То есть, вроде бы, компонент незначительный клей, но очень востребованный. Это не только обувные, это еще и мебельные, и текстильные. Для них тоже будем производить. А вообще ориентируемся на экспорт клея, то есть, конкурировать с нашими соседями или странами, такие как Турция или Китай. Трансплантология – перспективное направление современной хирургии. В сфере уделяется внимание на высоком уровне, что дает большие импульсы к развитию. Научная, техническая и кадровая база Центра хирургии им. Академика Вахидова дает возможность успешно проводить сложнейшие операции. Качество оказываемых медуслуг высоко оценивают и пациенты, прибывшие из рубежа. Высокотехнологичные операции по пересадке органов проводятся лишь в странах с развитой медициной. И вот уже четвертый год наша страна входит в этот список. Более того, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии с 2020 года подобная медпомощь оказывается гражданам зарубежных стран. Основой стала реализация задач по развитию медицинского туризма, закрепленных в указе президента от 7 декабря 2018 года. В последние годы увеличился географический горизонт пациентов, которые обращаются к нам. То есть поступили пациенты для трансплантации с США, с Израиля, с Иордании, с Марокко и других дальних зарубежных стран, которым уже была выполнена трансплантация почки. На сегодняшний день в отделении хирургии сосудов и трансплантации почки было выполнено 18 трансплантаций иностранным гражданам. Мунира Бозорва из Бухары страдала хронической почечной недостаточностью терминальной стадии. Сделанная 9 дней назад операция по пересадке почки от ее супруга прошла успешно. Результаты положительные. Рецепиент и донор поправляются. Два года страдаю почечной недостаточностью. Последние 8 месяцев держалась на гемодиализе. Операция прошла успешно. Я рада, что снова смогу вести прежний образ жизни. У нас не было средств ехать за границу. И благодарны за то, что у нас появилась такая возможность. У нас трое детей. Мы все рады, что моя жена выздоровела и возвращается в семью. Спасибо нашим врачам. Развитие получили иммуносупрессивные стратегии и режимы. В итоге качество и продолжительность жизни пациентов практически, как у здоровых людей, при соблюдении всех рекомендаций. Эффективность этой практики зависит не только от мастерства врачей, но и от самоотверженности близких. Трансплантация органов человека относится к высокотехнологичным хирургическим вмешательствам. И в данном центре подобных операций до сегодняшнего дня сделано около 400. Притом успешным образом. В данное время отец отдает свою почку 25-летней дочери, второй раз подарив ей жизнь. Профессор Равшан Ибодов, врач с многолетним стажем работы, считает, что созданные в реанимационном отделении центра условия, новейшее медицинское оборудование играют важную роль в восстановлении здоровья пациентов, перенесших сложные операции. Поставленный на поток трансплантация почки, она не только дает потребность для своих граждан, но и расширяет возможности для того, чтобы спокойно помогать и ближайшим нашим соседям такое развитие, а и дает возможность вообще вывести саму трансплантологию на самый уже на другой, более серьезный уровень своего развития. Тем более за счет такого оснащения аппаратуры. Медицинский потенциал трансплантологии, как в науке, является исключительным. Ведь речь идет о спасении жизни. Но успехи, как говорят здесь, не повод останавливаться на достигнутом. Совершенствование практик и методик продолжаются. В нашей стране для повышения квалификации находится делегация врачей из Афганистана. В течение 10 дней для них организованы мастер-классы, ознакомления с работой центральных и семейных поликлиник. Цель визита – перенять узбекский опыт в использовании современных и эффективных методов лечения COVID-19. Ни для кого не секрет, что COVID-19 стал серьезным испытанием для человечества. Медицинская практика Узбекистана получила признание, что побудила врачей соседних государств перенять опыт. Об этом много изучало в ходе встречи руководства Минздрава нашей страны с делегацией врачей из Афганистана. Рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества. Подготовленная к визиту программа сконцентрировала знания и опыт о профилактике, предотвращении распространения диагностики и лечении коронавирусной инфекции. Цель – повысить практические навыки и квалификацию. Афганская сторона высоко оценила работу Узбекистана. Огромное спасибо нынешний визит наших специалистов в Узбекистане. Он очень важен для нашей страны. Наши специалисты, которые приехали в Узбекистан, это очень влияет с точки зрения науки, обмен опытов. Это очень важно, потому что многие развитые страны, они всегда специалистов отправили в других странах, студентов отправили. И собрали все опыты, и могли найти очень хорошую систему. Визит членов делегации в нашу страну продлится 10 дней. За это время они примут участие в специальных учебных занятиях, подготовленных узбекскими специалистами. Будут организованы и мастер-классы в инфекционной больнице номер 1, 2 Загиатистского района. Кроме того, гости ознакомятся с деятельностью своих коллег в многопрофильных центральных и семейных поликлиниках. Также запланирован визит афганских специалистов в Самаркандскую область. Инкубационный центр – это место для студентов, желающих создавать собственные инновационные проекты и развивать их. На сегодняшний день они уже действуют в 7 высших учебных заведениях страны. 6 в Ташкенте, 1 в Корши. Вопросы увеличения их количества были в центре внимания встречи ректоров, вузов прошедшей столицы. Университет Инха. Именно с этого адреса началось ознакомление гостей с потенциалом инкубационных центров, созданных по стране. В основе – условия для трансформации оригинальных научно-технических идей молодежи в реальные бизнес-проекты и стартапы. Содействие с упором на результат. Цель встреч – практическая реализация поставленных руководителем страны задач по внедрению новых принципов управления высшее и специальное образование. Знакомясь с конкретными проектами в шоуруме IT-парка, участники встречи подчеркнули, что такие инкубационные центры при вузах являются прочной поддержкой для начинающих стартаперов. В примерах звучало об успешных компаниях, внедряющих самые передовые технологии, воплощающих в жизнь неординарные научно-технические идеи. Ректоры вузов подняли вопрос активизации взаимодействия с IT-парком в целях создания инкубационных центров. В 2021 году был сделан упор на развитие физики и иностранных языков. Наши студенты должны быть не только физиками и инженерами, они должны идти в ногу со временем и знать программирование, искусственный интеллект. Для этой цели мы, конечно, будем развивать проекты совместно с IT-парками и с Министерством инновационного развития. Мы в будущем, у нас есть дорожная карта, хотим открыть новые направления, например, по ядерной медицине и, возможно, по IT-сфере, которая будет востребована для энергетики. Перспективы развития, направления большие. Важно, чтобы сами молодые люди были в курсе. А потому не только в столице, но и в Ташкентской области, в Черчихском государственном педагогическом институте, в Коршинском центре IT-математика, в Джизакском IT-технопарке, Андижанском технопарке Digital City и в Наманганских учебных центрах IT-скул студентам и учащимся будет дана вся необходимая информация касательно программного технического обеспечения, мобильных приложений и новых возможностей создания на их основе интересных и востребованных IT-продуктов. В стране проводится ряд мероприятий по социальной поддержке военнослужащих и членов их семей. В частности, в системе Министерства обороны продолжается работа по улучшению инфраструктуры, условий несения службы и быта военнослужащих. В одном из военных городков Джизакской области введена в эксплуатацию современная дошкольно-образовательная организация. О созданных условиях для гармоничного развития подрастающего поколения знает Лола Ракаева. Это не постановочный кадр, несмотря на то, что приезд важных гостей на открытие новой дошкольно-образовательной организации был заранее спланирован и отрепетирован. И не исключено, что такой вариант встречи с командующим Центрального военного округа может случиться спустя годы. Только тогда погоны на плечах будут самые что ни на есть настоящие. А пока что аналогичные современные условия для становления будущей личности создаются государством. Все для представителей юного поколения. Причем во всех уголках страны. В том числе отдаленных. Там, где несут военную службу родители этих малышей. В инфраструктуру военного городка, дислоцированного на территории Центрального военного округа, аккурат вписался новый объект. Пример социальной защиты и поддержки тех, кто непосредственно несет защиту по охране рубежей Родины. Ничего подобного доселе здесь не было. А значит, отныне и жены военнослужащих смогут трудоустроиться. Вакансии в детском саду для них тоже имеются. По словам родителей, это такой подарок для семей военных, о котором долго мечтали. Ознакомившись с условиями, уверенно заявляют, что для маленьких непосед такой подарок точно придется по нраву. Новый детский сад построен в соответствии со всеми стандартами и нормами. И это скорее норма, нежели исключение. Открытием новых дошкольных образовательных организаций, пожалуй, сегодня не удивишь. В системе Министерства обороны тем более. Сдача новых объектов в рамках строительства и обновления инфраструктуры военных городков и воинских частей проводится в соответствии с государственной программой о защите семей военнослужащих. Учреждение построено на основе льготных кредитных средств, полученных благодаря широкому спектру возможностей, созданных главой нашего государства. На сегодняшний день на имеющиеся свободные места планируем принять детей местного населения. А жены 22 военнослужащих, имеющих педагогическое образование, получили постоянное место работы. Наш детский сад рассчитан как минимум на 200 детей. Здесь будут работать различные кружки, музыкальные и спортивные секции. Все для развития интеллектуального и физического уровня малышей. Что касается последнего физической формы, то, судя по показательным выступлениям дошколят, с этим проблем точно не будет. Это уже пример от образцовых пап. А вот для тех, кто постарше, образцом для подражания являются военнослужащие и срочные службы. Они пополнили ряды национальной армии. Что такое армейская дисциплина и строгий распорядок, знают не понаслышке. Министерство обороны инициирует встречи с ними во всех военных округах с привлечением молодого поколения в рамках патриотических мероприятий. Практически ровесники. Разница в возрасте небольшая, а значит, понимание будет. И тема для разговоров тоже. Как признаются молодые военнослужащие, уже сегодня приходит осознание в правильности выбора. Нисколько не жалеют, а наоборот гордятся, что именно они в числе тех, на кого равняется молодежь. Присяга родине, выходы на полигоны, наставления командиров. Безусловно, не пройдут даром. Все это обязательно пригодится в гражданской жизни. И время научились ценить, и на многое смотрят по-другому. А значит, и нынешние школьники, все, кто еще только учатся, по итогам таких встреч и диалогов сделают правильный вывод. Кто знает, может кто-то из них в дальнейшем пожелает учиться в военном училище, освоить дорогу к небу или же на земле, постигать азы военной науки. В своем послании президент обратил внимание на то, что в стране строится множество крупных объектов, высотных зданий, что также требует создания новой эффективной системы обеспечения пожарной безопасности. Кардинально будет укрепляться материально-техническая база и кадровый потенциал ответственных структур. Но важность профилактических мероприятий и разнительных встреч остается актуальной. С примерами Бухарская область. По мере наступления холодов вопрос тепла в домах набирает актуальность. Увеличивается спрос на природный газ, электричество, уголь. Вопрос планомерно решается, но другая сторона медали не менее важная. Грамотность использования отопительных приборов, соблюдение правил безопасности и сезонная проверка вытяжек. В предупреждении чрезвычайных ситуаций большую роль играют профилактические мероприятия и встречи. Одна из них прошла и в Каракульском районе Бухарской области с участием общественности. Показательные занятия по безопасному использованию отопительного оборудования состоялись в Бухарском филиале «Худутгастаминот». В центре внимания правила установки газовых баллонов, использования отопительных приборов. Мероприятие охватило более тысячи участников. Это представители областного и районного управления по чрезвычайным ситуациям. Управление внутренних дел. Филиала газоснабжения «Худутгаз» Бухара. Активная молодежь, органы самоуправления граждан, сотрудники медицинского объединения, противопожарного общества, различных предприятий, организаций и структур. Задействованы 134 единицы спецтехники. Для закрепления полученных знаний раздавались тематические заметки и буклеты от теории к практике. Осмотрены вытяжки в более 29 тысячах домах. Устаревшие приборы отремонтированы и приведены в надлежащее состояние. Кроме того, в квартирах обнаружено 236 несертифицированных отопительных приборов. Их отключили от сети, а гражданам разъяснили опасность эксплуатации. В Махалях, Палвонлар, Янгизамон, Камалот, Мирзакала населению раздали 756 баллонов, а это 14 тонн жиженного газа и 18 тонн угля. Вместе с этим разъяснили правила их использования. На сегодняшний день в Каракульском районе ведется обеспечение населения жиженым газом. Те махали, в которых не проведен природный газ. На основе утвержденного плана населению каждые 30 дней осуществляется доставка газовых баллонов. Также в профилактических целях напоминаем жителям о важности соблюдения пожарной безопасности. Не только в жилых домах, но и на предприятиях, организациях и образовательных учреждениях. Мероприятия охватили и махалючие кирчи. Здесь в домах местных жителей осмотрены электроприборы. Устранены случаи незаконного подключения. Профилактические мероприятия проходят и в учебных заведениях. Специалисты разъясняют студентам правила пожарной безопасности. Подробно останавливаются на симптомах отравления и порядке оказания первой помощи. Объясняют, как нужно реагировать в экстренной ситуации. Помогают в этом наглядные пособия и видеоматериалы. В течение дня изучено состояние безопасности социальных объектов, системы отопления и пожарной сигнализации. По выявленным нарушениям приняты должные меры. Главный посыл специалистов прост. Если каждый из нас будет придерживаться правил пожарной и технической безопасности, мы сможем заблаговременно предотвратить опасные ситуации. Производство качественных продуктов питания, создание гарантированных запасов, бесперебойные поставки на рынок, а также обеспечению стабильности цен уделяется приоритетное внимание. Эти аспекты находятся под постоянным контролем органов прокуратуры. Об актуальной ситуации на рынках Харизмской области наш следующий материал. На ярмарке центрального рынка в Ургенче выделены специальные киоски для представителей малого бизнеса, частных предприятий и фермерских хозяйств, специализирующиеся на животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и пчеловодстве. Тут можно по вполне приемлемым ценам приобрести продукты и атрибуты торжества. Здесь все продукты качественные и по доступным ценам. Я сама взяла яйца, каймак, мёд. Особенно понравилась мясная продукция. Обилие фруктов и продуктов питания очень радует нас, покупателей. В регионе проведена большая подготовка к обеспечению жителей качественными и доступными продуктами питания в условиях пандемии. В связи с этим органами прокуратуры уделяется особое внимание стабильности цен созданию богоприятных условий торговли. Такие ярмарки организованы и в отдаленных районах. Здесь свежую и качественную сельхозпродукцию поставляют местные фермеры. Наше многопрофильное фермерское хозяйство занимается пчеловодством. Также имеется 200 куриц. Яйца и мёд мы продаём на ярмарке по доступным ценам. В праздничные дни увеличивается объём работы у руководителей секторов, направленной на создание необходимых запасов и предотвращение искусственного завышения цен на основные потребительские товары в зимний период. Для этого сформированы специальные рабочие группы. На сегодняшний день в области имеется 54 тысячи тонн запасов продовольственных товаров. В частности, 20 тысяч тонн картофеля, 10 тысяч лука, 11 тысяч моркови и 13 тысяч тонн риса. Ведётся постоянный контроль за стабильностью и доступностью цен, созданием благоприятных условий торговли. На организованных ярмарках реализуется 27 видов товаров. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на нашем телеканале. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова